привет привет друзья наши дорогие здравствуйте родные други мои как видите разложился сейчас собираюсь приступать к сборке новых сейка черный самурай мать его не побоюсь этого слова вот друзья мои все наверно ждут будет интересно будут отличные часы изумительные но вот буквально сбегал на почту сегодня и приехал из китая соли небольшой пакетик с разной мелочевкой для помощи сборки часов сейчас я вам покажу я в прошлом видео говорил о мячике например да для закручивания крышек и вот кстати мне сейчас пригодится на этом корпусе потому что у меня нет ключа и вот честно говоря можно было сходить в обычный спортивный магазин и купить подобный мячик мы сейчас покажу тут еще кое-что прикупил сейчас камеру переставлю и засвечу вам немножечко если кому-то просто будет интересно ссылочки я оставлю либо в описании либо в комментариях как хотите часто на секундочку камеру переставлю текс и так друзья мои значит что к нам приехала значит смотрим вот он наш мячик для завинчивания крышек корпуса до задних крышек то есть мячик я уже его накачал надул имейте ввиду что он приезжает сдутый плоский такой пакетики поэтому нужен будет насос с иглой велосипедный любой я качал автомобильным компрессором буквально накачивается за секунду поэтому нужно быть внимательным чтобы его не разорвало к ядрине матери вот обычный такой резиновый я бы сказал мячик вот реально обычный мячик то есть что он нам дает если нет ключа но надо браслет снять до за счет того что резина не дает трения мы прижимаем и закручиваем или откручиваем крышку корпуса надо браслет снять когда будем часы собирать я все это дело вам продемонстрирую вот такой мячик стоит там какую-то ерунду не помню будет интересно я дам ссылочку вот такая вот вещица да это именно для часов позиционируется дальше что нам приехала прикупил себе вот такие вот палочки для опрессовки стрелок то есть обычно но я рассказывал часто да там на тех же молниях что опрессовывал очень долго стрелки просто тупо пинцетом да берем вот так вот и стрелочку опрессовываем потом значит пользовался некоторое время у меня насколько вы знаете есть пресс вот такой вот да но обычный пресс которым мы опрессовываем насадки с разными отверстиями вот и что-то вот когда на камеру собирал винтажные сейка было неудобно на камеру да все это как-то но неудобно мне поэтому давно хотел себе вот такие палочки они разного цвета для того чтобы запоминать потому что вот на этих палочках они алюминиевые есть насадочки пластиковые вот эти вот видите и в них тоже есть технологические отверстия разного диаметра то есть под разные трибы с одной из другой страны то есть тоньше толще соответственно берете нужного диаметра и тупо стрелку опрессовываете вручную вот таким вот образом на мой взгляд должно быть удобно это все делать разного цвета чтобы запоминали да к примеру со временем можно запомнить где какое отверстие какого диаметра вот если будет интересно тоже дам ссылочку на это дело я знаю друзья мои вот некоторые я видел это лично опрессовывают стрелки тупо знаете чем вот чупа чупс помните чупа чупс на палочки у него такая пластиковая палочка в которой тоже есть отверстие внутри так вот опрессовывать стрелки вот этой палочкой от чупа чупса но ребят ну все делаем кому чем удобно или кто во что гораст у кого какой инструмент под рукой есть на тот или данный момент далее что у нас приехало а но прикупил вот еще бакальку бронзовую это когда будем собирать сейко тунец да сейко тунец на этом вот замечательном на пульснике поставим под бронзовый корпус вот эту вот замечательную баклю поскольку у нас сейко это все-таки япония и взял баклю видите здесь такой выпуклый рисунок замечательный здесь у нас япония то есть вот эти вот ихные горы супер волна по года то есть такой вот рисуночек замечательная баклька бронзовая на 22 миллиметра но они разные если там раз разными рисунками и вот сюда мы ее и внедрим вот так вот это все будет у нас выглядеть но сразу смотрите какой внешний вид по моему значительно лучше что скажете да с бронзовым корпусом то есть вот такое кому будет интересно тоже посмотрите оставлю ссылку потом когда вот делали винтажный сейко там нужно было рамку да немножечко вырезать и даже не кто-то из вас там сетовал что что за херня простите за мой французский почему сразу на производстве не вырезали под лапки эти самые до промежуточки и вырезал показывал обычным и канцелярским ножом и вот наконец прикупил титановый вот такой вот скальпель раскладной но правда продавец немножечко оплошал и кинул меня то есть вот скальпель приехал здесь вот он так вот раскладывается и сюда как вы видите одевается лезвие съемные лезвие они тоже разные конфигурации и вот он засранец прислал мне этот ножичек этот скальпель без лезвий я открыл спор на алиэкспресс и али пошел навстречу вернули мне всю стоимость честно говоря ножик остался у меня но порядочно это или нет я не знаю но скальпели нет то есть самих лезвий придется их докупать заново но они благо что они недорогие там десяток стоит в районе 100 рублей то есть десять лезвий но пока вот пользоваться никаким да вот лежит пока вот такая вот бесполезная титановая штучка но тоже они есть разные конфигурации если кому и ну вообще удобно должно быть я ссылку тоже оставлю что-то подрезать что-то мелкое такое делать какие-то мелкие работы вот такой вот скальпелек титановый очень легенький вот такая штучка до далее что это где было это не помню и еще знаете что купил у меня есть обычные отвертки вот они и как-то попалась на глаза мне наборчик там на алиэкспресс на подставочки так давайте немножечко этого берем вот такой вот вот такая деревянная подставка который по большому счету можно сделать самому но просто было лень она вращается по моему нет нет винт откручивается и вот набор отверток вот таких значит естественно я понимаю что китайские жала они не очень хорошие и всегда говорил вы раньше в своих видео что я люблю инструмент выискивать советский именно советский который был сделан еще в ссср вот те же отвертки есть хорошие до продаются на мешке на авито зимовские отверточки или востоковские ну стоят денег правда если вот этот весь набор стоил рублей по моему 400 или 600 до с подставкой то там каждая отвертка начинается вот 200 и выше вот старые эти наши хорошие они просто сделаны из хорошего металла старые наши сссеровские инструменты поэтому они ценятся но здесь что здесь ведь самое главное в отвертках это жало до ручки они ну и в африке ручки они нормальные они в общем-то удобные вот ажала можно знаете из чего делать люди делают берем сверла нормальные сверла там миллиметровые или еще какие-нибудь и вот из нормальных сверел по металлу делаем жало для отверток получается нормально потому что ну сверла у них закалка хорошая если их наточить нормально то получится хорошее жало а у китайских конечно жало дерьмовые потому что покупать там каким и швейцарские отверточки ну сами понимаете если вы непрофессионально этим занимаетесь а так периодически что-то собираете часики то зачем вам покупать за тысячи рублей там швейцарские отвертки можно обойтись чем-то более недорогим но просто нужно вот эти вот жальцы сделать нормальные они еще и не затянуты и он болтается все нужно подтягивать а так сами ручки мы нормальные вот и состоят вот в такой вот подставочки то есть по цветам тоже мы запоминаем ширину отвертки как обычно ну и все быстренько взяли и работаете вот такой вот наборчик отверток просто потому что на поставки знаете чтобы не лазить в пакет постоянно там не выдергивать он взяли и все удобно вот такие друзья мои покупочки приехали к нам в этот раз если кому-то что-то стало интересно ссылочку я оставлю на ту или другое все други мои сейчас начинаем приступаем к изготовлению супер черного самурая вот с этим циферблатиком просто кипяток будет часы ребята я вам покажу как светится циферблат но это просто огонь это просто огонь все други мои скоро будет видео вот поэтому черному самурайчику поехали всего вам доброго хороших выходных сегодня пятница зажигаем пока